всем привет сейчас я снимаю для вас во первых спонтанное видео а во вторых я думаю оно получится очень очень душевным досмотрите его до конца нахожусь я сейчас на своей старой квартире и меня просто вот разбирает эмоции нахлынули сейчас на меня эмоции потому что пришла пора прощаться с этой квартирой и хочу этим всем с вами поделиться это моя первая квартира и я ее еще снимаю когда я купил себе новую квартиру я жил на двух квартирах здесь я хранил вещи на той жил хотел отдать ту квартиру родителям кстати мои родители купили новую квартиру в киеве ну вернее я купил я дал деньги чтобы родители купили квартиру так что можете меня поздравить потому что помните кто следил за моими видео я обещал что ту квартиру первую которую я купил я ее отдам родителям но Сделал там офис, начал там жить Вот жил на двух квартирах И потом купил еще одну квартиру А потом уже сказал родителям, что я вам куплю отдельную квартиру Так что они уже ее точно будут кому-то сдавать А эту квартиру я решил себе оставить Когда у меня уже начинали появляться деньги Я зашел к хозяйке и сказал Я беру у вас эту квартиру на год И заплатил ей деньги на год Эта квартира стоит 200 долларов в месяц И сейчас эта квартира как бы мне уже не нужна И пришла пора с ней прощаться Итак, только что встретился с хозяйкой Сдал квартиру Наверное, я этот кусок вставлю куда-нибудь в середину Знаете, что хозяйка сказала? Классная такая добрая бабушка Помогла мне в свое время Я тоже ее никогда не подводил Говорит, когда первый раз я тебя увидела Был такой худенький, неуверенный А сейчас так изменился Похорошел на лице Уверенность появилась И сейчас я безумно благодарен прошлому Буду его помнить, ценить Но жизнь продолжается И с новыми силами Начинаем новый этап И сейчас я вот хочу вам показать полностью все Как у меня здесь все было устроено Как я жил Видите, да? В каких условиях Люди меня начали пилить Вот за что? Да за вот эти вот обои Мне реально было стыдно И я себе вот наклеил фон Потому что люди этого не понимали Я жил мечтой Я работал над собой И мне было как-то по барабану В какой я квартире живу Я уверенно шел к своей цели К своей мечте И вот сейчас, когда я уже миллионер Реально, конечно же, проще Я теперь могу это все показать Мне уже не стыдно Да, когда я начинал Я скажу вам честно Вот признаюсь Было реально стыдно Ну потому что люди не понимают У нас такое общество И кому-то что-то доказывать Было бессмысленно Мне проще было вот Наклеить этот фон И чтобы люди думали Что у меня вот нормальная квартира Здесь у меня на стенах Были наклеены плакаты Были все мои цели Вот жаль, что они сейчас не сохранились Боже, сколько я плакал На вот этой вот кровати Сколько я мечтал Молился Чтобы все получилось у меня Помните эту гирлянду, да? Одна часть у меня перегорела На этой стене, видите У меня еще остались старые наброски Здесь я писал, что я должен сделать Как я должен продвигать канал Давать пользу людям Превьюху сделать Стримы А вот это вот очень сильная вещь Метод хапанапоне Кто не знает, что это за метод Это очень сильный метод Я до сих пор не пользуюсь Мне жаль, прости меня Спасибо, я люблю тебя Мне жаль, прости меня Спасибо, я люблю тебя Мне жаль, прости меня Спасибо, я люблю тебя Это очень сильные слова Давайте я вам в двух словах объясню Первое Вы должны осознать свою вину Вы должны принять на себя ответственность И сказать, что мне жаль Вы это осознаете Второе Вы должны попросить прощения Третье Вы должны сказать спасибо Я благодарю Спасибо, что это произошло со мной Спасибо, что это бесценный опыт И четвертое, просто сказать, я люблю тебя. Сказать, я люблю тебя всем. Своим родителям, жизни, Богу, Вселенной. Просто говорите, я люблю тебя. Пожалуйста, загуглите. Вот в Ютубе даже этот метод Хапанапоне, это гавайская методика. Эта методика реально может изменить вашу жизнь. Так, что здесь у меня? Здесь лампочки, наушники. Какие-то контракты. Кстати, ухочистка. Кто помнит ухочистку? Она до сих пор у меня есть и до сих пор. Она уже вся в пыли, но она до сих пор рабочая. Эту ухочистку мне подарила любимая. И с этой ухочистки началось первое видео на моем канале. Так, у меня есть моя ухочистка. Все, видите? Волшебная ухочистка. Что у нас здесь? Перчатки, щетки. Это квитанция на оплату консульского сбора. Сколько я уже заплатил американскому посольству, все равно меня не посетили. Так, это фон, это стол. Вот здесь я ставил ноут. Вот так вот я снимал для вас видео. Сначала вот стол стоял у меня вот здесь. С самых первых моих видео я снимал на том фоне. И люди говорили за вот эти вот обои. А шкаф у меня стоял вот так вот. Что здесь у меня? Здесь моя анкета в Америку. Смотрите, какой кинжал. Так, здесь мои цели. Видите, у меня была цель еще 100 тысяч долларов. Теперь эта уже цель переросла в миллион. Так, что еще вам здесь показать интересного? Здесь мои вещи. Вот так вот начинали жить миллионеры. Рубашка, в которой я снимал для вас видео. Смотрите, какая желтая. Я ее не стирал, я ее одевал чисто, чтобы снять видео. Вот здесь у меня должно быть... Что здесь у меня? Шорты, носки. Думаю, здесь будет много всего интересного. Это теннисная ракетка. Вот я увлекался рэпом. Это поп-фильтры. Это ручной поп-фильтр. С колготок сделал. Вот, это все мои мечты. Сейчас я все вам покажу. Вот моя цитата. Эти цитаты висели у меня еще в общежитии. Вот на скотч. Вот я их отодрал. Они все уже выгорели. Хочешь изменить мир? Измени кого-нибудь верой в тебя. Это моя цитата. Давайте начнем. Что у нас здесь? Здесь визуализация моя. Помните, я вам говорил, что в общежитии у меня висели плакаты на стене? Вот, это я хотел YouTube раскрутить. Здесь я мечтал об Америке. Очень сильная мечта. И пока она у меня не реализовалась. Но она реализовалась у моей любимой. Это текста с моим рэпом. Вот. Вот все эти цитаты. Слава богу, что я их всех сохранил. Это все у меня висело в общежитии. То есть я еще тогда этим начал увлекаться. И очень сильно в это верил. И это все изменило мою жизнь. Франсуа Гизо. Мир принадлежит оптимистам. Пессимисты всего лишь зрители. Секрет силы в осознании силы. Сильная цитата Кинга. Не обязательно видеть всю лестницу, чтобы сделать первый шаг. Очень сильная цитата. Я не знаю, как я это сделаю. Но я это сделаю. Мечтая невозможным, получишь максимум. Наполеон. Понравилась мне цитата Фредди Меркури. Я не буду какой-нибудь там звездой. Я буду легендой. Цитата Будды. Все, что мы есть, это результат наших мыслей. Это я вам уже повторял. Вот, никогда не хвастайся будущим. Удиви всех, осуществив его. Этого я до сих пор не могу придерживаться. Вот, смотрите, как выгорели эти фотки. Я мечтал тогда о море. Мечтал о Китае. Я это все посетил. Это визуализация о музыке, о студии. Я тогда мечтал о классной студии. Я тогда занимался музыкой. Хотел озвучивать фильмы. Сильная цитата Волта Диснея. Если ты можешь это представить, ты можешь это сделать. Здесь у меня, здесь у меня свечи. Видите, все учил, все себе выписывал. Здесь нету ничего интересного. Это брони на Америку. Вот, вот, народ, вот эта цель, которая у меня висела. Это первая моя цель. Первое было выучить английский. Я тогда очень хотел поехать к любимой. Блин, и смотрите, вторую цель. Какая у меня была вторая цель? Сейчас меня настолько распирает эмоции на собирать 50 тысяч гривен. 50 тысяч гривен, это 2 тысячи долларов. Это 100 тысяч рублей. Такая тогда у меня была цель. Эта цель... Вот здесь у меня висела. Я еще заклеил вот это вот пятно, я помню. Вот здесь висела эта цель. Я хотел насобирать эти деньги, на эти деньги уехать в Америку. Хотел получить визу. И смотрите, три правила. Спасибо за этот день. Я всегда благодарил за этот день. Сегодня произойдет что-то хорошее, что-то прекрасное. Я себе нравлюсь. Чтобы тебя полюбили другие, нужно, чтобы ты сначала полюбил себя. И вот сейчас этот плакат натолкнул меня на очень сильную мысль. Вы должны быть счастливы уже сейчас. Если вы хотите стать миллионером, вы должны уже им быть. Вы должны быть миллионером в своей голове. Вот только тогда вы добьетесь успеха. Цените все, что у вас есть. Благодарите за этот день. Если вы думаете, что вот если у меня будет крутая машина или крутой дом, вот тогда я буду счастлив. Не будете вы тогда счастлив. Вы должны быть счастливы уже сейчас. Бомж, у которого, например, нету, не знаю, телефона, бомж мечтает об айфоне. Он думает, вот, если бы у меня был айфон, я был бы уже счастлив. Но у вас есть айфон, и вы не счастлив. Почему? А вы думаете, смотрите на другого человека и думаете, вот у него классная тачка, вот у него крутой дом. Он, наверное, счастлив. А он тоже не счастлив. Я уже даже не помню, где я для себя подчеркнул этот секрет. То ли в Наполеоне Хилле, то ли в Брайане Трейси или в учениях Абрахама. Но это очень сильная вещь. Если вы хотите разбогатеть, будьте богатым уже сейчас. И вот сейчас я вам скажу цитату, которая просто перевернет ваш мир. Очень серьезно отнеситесь к этой цитате. Счастливые люди, это не те, которые имеют все самое лучшее, а которые все самое лучшее извлекают из того, что имеют. Когда я лежал на вот этой вот кровати, когда я плакал от боли, когда у меня ничего не получалось. И очень тяжело быть счастливым, потому что кажется, ну как, если так все плохо, почему? И тут я вспоминал эти слова. И тут я себе говорил, у меня есть крыша над головой. Я живу сам в квартире, это тоже хорошо. У меня есть еда. У меня есть айфон. Тогда у меня был пятый айфон. Блин, насколько же я сейчас счастлив. Я взял себе все это. У меня есть здоровые родители. Я взял все это. Повесил здесь этот список. И когда мне было плохо, я все это перечитывал. И потом думал, блин, жизнь прекрасна. Все сейчас хорошо. У меня все есть. Я могу дышать. Я могу ходить. Я могу снимать видео. У меня есть интернет. Я могу взять сейчас, посмотреть какую-то комедию. Почему я парюсь? Это очень тяжело. Но я с этим справился. Я тогда ни с кем не общался. Я поссорился со своей девушкой. Я поссорился с родителями, потому что говорил, я вот в Киеве добиваюсь успеха. Я не приеду. Оставьте меня в покое. То есть было очень у меня тяжелое состояние. С друзьями я не общался. Просто жил один. Читал книги, слушал аудиокниги. И жестко как-то себя от всего я отделил. И вот когда мне ничего не хотелось, я выходил из дому, заходил в супермаркет, взял себе бутылочку пива, пошел там на одно место. Вот здесь у меня рядом есть очень красивый вид на Киеве. Просто сидел в тишине. Без музыки, без ничего. И задавал себе всегда вопрос, почему мне сейчас плохо. Я хотел во всем разобраться. И вот посидел полчасика, посидел часик в абсолютной тишине. Просто слушал птиц, просто наслаждался закатом, просто смотрел на людей. И потом ко мне приходили мысли, а все-таки, что плохого? Жизнь классная. У меня все сейчас есть. Я могу наслаждаться пивом, я могу смотреть на закат, я могу слышать, я могу дышать, я могу сейчас прийти и лечь спать. Жизнь классная. Я учился быть счастливым тогда. Это очень важно. И вот постепенно я начинал приводить свои мысли в порядок, успокаивался и ценил эту жизнь. Еще мне очень помогла книга «Карнеги. Как перестать беспокоиться и начать жить». Я очень много с той книги осознал. Там была история про женщину, которая не видела. Ей сделали операцию, и она походу, точно уже не помню, немного могла видеть. И когда она мыла посуду, солнце сквозь окно попадало на моющие средства, и она видела там радугу, видела какие-то блики. И безумно этому радовалась, потому что она раньше не видела. Вы представляете, как она может радоваться? Она ничего не видит, но она радуется таким вещам. Она хотела мыть посуду, а мы с вами все видим. Мы можем наслаждаться закатом, мы можем слушать пение птиц, мы можем слушать шум океана. Мы можем всем этим наслаждаться. Так что цените это. Находите все самое лучшее в простых вещах, потому что счастье именно в простых вещах. Народ, я все это знаю, я через все это прошел. Когда тебе все говорят, да все нормально, читай там мотивационные книги, а ты в полной заднице. И ты думаешь, до какого хрена? Это ни хрена не работает. А что делать? А что делать? А какой остается выход? Кроме того, как идти до конца. Выхода не остается, потому что ты и так в заднице, понимаете? И вот еще хочу с вами поделиться одной очень важной вещью. Давайте я поснимаю на фоне. Был я вот на конференции по психологии, и спикер рассказывал такую вот историю, что был у него ученик, который учился у самых лучших спикеров. Платил очень огромные деньги у самых лучших спикеров по мотивации, но ему ничего не помогало. А знаете, почему ему ничего не помогало? Потому что эти спикеры не были в той ситуации. Эти спикеры не могли понять человека. Да, они умные, они все знают, они прочли миллион книг по мотивации, они написали миллион книг, но они не были в том состоянии, и они просто не могут это прочувствовать. Так что, какое я для себя вынес правило? Если вы хотите стать миллионером, учитесь у того миллионера, который создал себя сам. Я читаю книги всех миллионеров, которые были на нуле. Там, Киосаки, Брайана Трейси, которые создавали себя сами. Это очень важно, вот то, что я сейчас говорю. Вот тогда будет результат. Если вы хотите себе красивую фигуру, и смотрите там какие-то упражнения, знаете, у кого учитесь? Вот пацаны, например, хотят себе классный пресс, вы учитесь у тех людей, которые, например, страдали ожирением, которые бухали, которые выглядели просто отвратительно, но потом эти люди начали работать над собой и добились результата. Вот тогда этот человек действительно вас чему-то научит. И вот по поводу этой квартиры, блин, вот сейчас такие у меня эмоции, хозяйка мне реально тогда помогла. Вот, когда я пришел к ней снимать квартиру, эта бабушка, бабушка инвалид, она старенькая очень, я ходил к ней в соседний дом и платил за квартиру. Когда я пришел к ней с таким мирокезом, такой вот пацан и сказал ей помогите, а риэлтор такая вот сука, которая говорит, ну смотрите на него, он вам подходит? Вы действительно хотите, чтобы он жил в вашей квартире? Представляете, вот какая мразь, как меня тогда это задело? А бабушка говорит, да нет, он классный. А я вам говорю, я вам обещаю, что я за эту квартиру буду платить и что вы со мной никогда никаких проблем не будете знать. Она говорит, да успокойся, все нормально, я и так тебя вижу. Она меня увидела, понимаете? А риэлторша смотрела на мой внешний вид. Борода была, синий и ракет, я такой пришел, футболочки в шортиках, хочу снимать квартиру. вон, какие есть люди. Так что в этой квартире сформировалась, можно сказать, вся моя жизнь, вся моя личность. Именно в этой квартире я буквально за полгода поменял свое мышление. Я прочел, блин, 20 книг. Я так изменился, я узнал столько, сколько не узнал за все свои там 24 года или 23 года своей жизни. Представляете, я узнал это все за полгода. У меня было такое желание разбогатеть, у меня было такое желание поменять свое мышление, у меня было желание кардинально изменить свою жизнь. И я жадно все это хватало. Я просто все свои усилия конкретно сфокусировал в одну точку. Так, ну давайте немного остынем и я вам покажу другую часть квартиры. Здесь вы помните, да? Я подписал, потому что я путался. Здесь у меня брелок с Египта. Переходим в ванную. Смотрите, в первую очередь когда я заселился я наклеил себе вот эту вот фразу Каждый день иди к цели. Судная щетка. Ее мне подарила любимая перед тем, как улетала в Америку. Так, здесь джинсы у меня какие-то валяются. Вот здесь я разогревал еду. Вот сюда ставил большие лотки с гречкой, вот сюда маленькие лотки с гречкой. Итак, сюда я ставлю большие лотки. Они вот ровно сюда помещаются греют с этой стороны и с этой стороны. А вот такие маленькие лотки я грею вот здесь. Все. Еще есть видео, как я цеплял вот эту вот перекладину или что-то. Долгое время не мог с ней разобраться. Давайте перейдем на кухню. Что на кухне? Грязная посуда. Помните, да? Чашка рэпера трейдера. Тоже мне любимая ее подарила. Чашка! Видели? Вот так вот читаем. Рэпер трейдер. Вот такой вот у меня сегодня новенький талисман. Подгонщик на днюху. Так что сегодня ухачистка здесь тоже. Все, не думайте, ухачистка тоже здесь. Все нормально, но сегодня есть чашечка. Вот такой вот у меня холодильник. Кстати, этот холодильник настолько сильно морозит, он просто замораживает все. Яйца замораживает. Ты разбиваешь яйцо, оно внутри как лед. Бананы замораживает. Просто очень сильно морозит. Но холодильник четкий. Закрывается очень жестко. Здесь что? Радио. Есть у вас дома радио, которое включается в специальную розетку для радио. О, еще зарядка с моего айфона с пятого. Палочки, краска. Краска рябина. Вот такой вот краской я красил в бороду. Самая дешевая краска. Знаете, сколько она стоит? 20 рублей. 10 гривен она стоила. Вот еще очень важная вещь. Ценности и цели. Ценности. Любовь. Это самое главное в моей жизни. Это любовь. Если бы не было любви, ничего бы не было. Почему я занимаюсь этим делом? Потому что это люблю. Я люблю своих родителей. Я люблю свою девушку. Понимаете, все делается ради любви. Почему я торгую? Потому что я это люблю. Почему я помогаю людям? Потому что я это люблю. Все происходит от любви. Это я услышал у Брайана Трейси. Я реально это осознал и понял, что это реально правда. Второе. Значимость для людей. Я хотел быть полезен людям. Я хотел нести ценность. Я очень хотел популярности. Вот я ее и получил. Народ, ко всему этому меня привели мечты. У меня ничего не было. У меня была только мечта. Третье. Любимое дело. Всегда занимайтесь тем, чем нравится. Четвертое. Финансовая независимость. Эти ценности, кстати, я еще себе написал, ну может, год назад. Пятое. Наслаждение от дорогих вещей путешествий. То есть, я во всем этом хотел находить наслаждение и цели. Тогда у меня была заветная цель. Это миллион гривен. Это 40 тысяч долларов. Я себе поставил огромную цель. И теперь я столько могу уже зарабатывать в месяц. Круто, да? Туры. Хотел путешествовать. Америка. Вот моя была цель. Улететь в Америку до 18-го года. Жить с любимой и семья. Цели и ценности. Тоже про это все прочтите. Еще хотел показать вам балкон. Я уже показывал его в одном видео. Ого, здесь у меня масло. Я помню, масло я положил, потому что холодильник не работал на балкон. и мы уже жопа полная. А здесь тополь. Кто помнит тополь? Этот тополь был вечно зеленым. Когда была зима, он был зеленым. Вот такое вот, народ, получилось видео. Я думаю, вы узнали для себя много интересного. Может быть, оно было немного смешным, может, немного туповатым, может, немного каким-то непонятным. Но зато это правда. Я вам рассказал то, что у меня было на душе. Сейчас, конечно, уже проще. Сейчас мне уже легко с этим делиться, потому что я через все это прошел. Раньше, да, было стеснение, я как-то этого стеснялся. Но я тоже расту, я же тоже развиваюсь. Вы тоже наблюдаете за мной, вы тоже следите и видите, как я меняюсь. Спасибо вам огромное за поддержку. Вы меня очень поддерживали. Спасибо тем, кто вот недавно присоединился и тем, кто был со мной с самого начала. вы для меня были стимулом, потому что, когда у меня ничего не было, я знал, что какая-то часть аудитории меня смотрит, какая-то часть ставит лайки и кому-то это все интересно. И я старался. Ну и сейчас, конечно же, стараюсь, потому что меня уже смотрит очень много людей, большая ответственность, и сейчас я стараюсь сделать все на качество и на совесть. Так что, народ, не переживайте, если у вас все очень плохо. Скоро все изменится. Если сейчас у вас все плохо, запомните, это не вечно. Скоро все будет хорошо, а если у вас все хорошо, будет еще лучше. Знаете, вы всего добьетесь, у вас все уже есть. Если вы хотите миллион долларов, у вас есть уже этот миллион, просто успокойтесь. Просто вам нужно немного подождать. Если вы хотите любви, у вас есть уже эта любовь. Она просто придет к вам чуть позже, придет тогда, когда вы будете к ней готовы. Это я осознал в свое время. И теперь я могу вам это рассказать, теперь я могу этим с вами поделиться. И запомните, все, что не делается, все к лучшему. Потом вы будете благодарить за все самые сложные ситуации, как это сейчас делаю я. Огромное всем спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Спасибо, что остаетесь со мной. И я вас всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok